Привет, друзья! Сегодня будем утеплять балкончик. Технология утепления очень простая. На пенопласт наносим клей, выставляем по уровню и приклеиваем, выставляя по уровню. Дальше прибиваем зонтиками. После того, как клей высохнет, шпаклюем. Вот такой балкон мне сегодня попался. Небольшой, но на небольших балконов сюда можно заработать побольше. Так что технология такая. Продолжаем. Вот так выставляем первую по уровню, чтобы дальше у нас стеночка шла ровненько. Видите, здесь зазор чуть-чуть больше, здесь чуть меньше. Остаток подрезаем. Кусочек, которого здесь нам не хватает. И другую часть пенопласта начинаем с нижней стороны, чтобы был перехлёст. Подрезаем и таким образом следующий, чтобы у нас был какой-то перехлёст. Часто задаваемый вопрос, каким пенопластом утеплять? Кто-то говорит стирадур, кто-то говорит плотность 25, кто-то 35, кто-то 15. Кто из них прав? Это уже как бы личное каждого. По теплу понятно, что тоньше и теплее будет стирадур, но цена его очень большая на данный момент. А по теплу среди плотности пенопласта по характеристикам превышает пенопласт 15-ка. То есть, хоть он и мягче, но за счёт больших пор воздуха между шариками пенопласт становится теплее. То есть, из-за того, как бы можно не переплачивать, если вас интересует тепло, всё равно сверху вы зашпаклюете это всё сеткой с цементным раствором. При этом, как говорится, всё будет у вас тепло и крепко. Без разницы, какой пенопласт будет под ним лежать. Единственное, что более с 15 пенопластом не так сильно удобно работать, он сильно крошится. Но дальше решение принимать вам. И не забывайте, если вы утеплили пенопластом что-либо, то и забыли прошпаклевать щели между пенопластом, то пенопласт не будет держать тепла. Это не минвата, которая очень держит. Сквозь щели будет проходить воздух и утепление практически не будет нести эффект. То есть, в любом варианте, если вы надумали временно утеплить там свой дом или балкон, то обязательно хотя бы прошпаклюйте швы. Тогда пенопласт будет иметь общую плоскость и будет держать тепло. В другом варианте, если вы просто решите, как говорится, положить пенопласт, тепла он держать не будет. Так что пятерочка пенопласта, если у меня память не ошибается, это сопоставимо с 80 сантиметров кирпича, то есть стены. То есть, вот эта теплоизоляция приблизительно вот такая. То есть, 80 сантиметров кирпича, это как 5 сантиметров пенопласта теплоизоляции. Из-за того, вы могли иногда часто замечать, когда утепляют пенопластом и швы проходят пеной монтажной. То есть, просто для того, чтобы быть более утепленным, чтобы уменьшить мостики холода. Так что, в принципе, я придерживаюсь тому факту, что тоже в действительности пеной монтажной можно проходить эти все варианты. И, как говорится, теплее должно быть. Так что, продолжаем. Вот так у нас получился утепленный балкончик. Все утеплено пенопластом. Теперь ждем высыхания клея. Прибиваем на зонтики, юбиля зонтики для механического удержания пенопласта. Я думаю, на ютубе и увидели, как стены утепленного пенопласта отпадают от ветра, от клея, просто которые держались на клее. То есть, отпадает целыми листами из-за того, что не было прибито механически. И то есть, вес самого пенопласта со штукатуркой отрывал вместе от клея от здания и опадает целыми листами. Так что, ждем высыхания и прибиваем зонтиками и дебилями. После того, как пенопласт в клейной пенопласте высох, надо закрепить механическим дебилем зонтиком пенопласт к стене. Выглядит это вот так. И не забываем, если у нас мы выравнивали пенопласт по уровню, и у нас были пустоты между пенопластом и стеной, то дебиль надо вбивать так, чтобы мы не проломали весь пенопласт в эти пустоты. Так что, после того, как дебили, забили зонтики, режем сетку. Сетку обрезаю по размеру и как бы буду разводить клеевую смесь и шпаклевать сам пенопласт. Для того, чтобы сетку руками не держать, засовываю пару саморезиков, чтобы она висела как бы на них. Смотрите, если это у вас внутреннее утепление, то не обязательно брать сетку для наружных работ. Можно брать обыкновенную белую дешевую сетку и как бы и шпак уже армировать ей. Если же вы делаете это для наружных работ, то обязательно берите наружную сетку, сетку для наружных работ, так как она имеет покрытие от ультрафиолета. То есть, даже под раствором сетка для внутренних работ со временем, за год-два начинает разрушаться и армирование ваше уже не будет эффективным. Так что продолжаем, разводим раствор. Для шпаклевки беру самый обыкновенный нью-йорсанли клей на основе цемента. И теперь клей просто беру и разглаживаю как бы по сетке, чтобы нанести, как говорится, приклеите сетку и нанести минимальный как бы слой. В принципе, для таких работ можно брать и обыкновенный гипс, satin-гипс для первоначального. Но при высыхании клей на цементной основе он будет больше и лучше держать, крепче будет держать стену. То есть, уже поверхностно можно выравнивать сатин-гипсом. Заделали мы первым слоем, покрыли сетку и будем дожидаться высыхания. Вот так просох наш балкончик, штукатурочка высохла. Теперь можем наносить слой гипса для завершения. Вот так вышла отделочка под декоративную штукатурку. Так что, если кому-то видео было полезно, ставьте лайки. Осталось покрасить и все красиво и аккуратно. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем счастливо!